Вопросы, касающиеся авиации и космоса, как-то традиционно, можно сказать, меня волнует, потому что я закончила авиационный институт в свое время, именно факультет вооружения, то есть тот, который серьезно занимался, в том числе, приводами летательных аппаратов, и, соответственно, мои родители до сих пор работают в этой сфере. И, в частности, мой отец работает, несмотря на, в общем, преклонный возраст, работает на предприятии, которое занимает, занимало и занимает ключевую позицию в обеспечении вот этой отрасли, собственно, жизнеспособностью. От этой компании осталось просто кошкины слезки. И поэтому, безусловно, то, что сейчас происходит с падениями, так сказать, спутников, с падениями ракет-носителей, со всей этой отраслью никуда не денется, потому что отрасль сама истощена, ее нет. Срочно нужно... Вы понимаете, что все, что касалось даже площадей, которые принадлежали этим творческим, научно-техническим организациям, ведь там осталось по коморке, ведь на месте, скажем, Туполевского завода, который занимал в Москве несколько сотен гектаров, на данном этапе возведены Туполев плаза и так далее. На месте предприятия, которое занималось применительно к отрасли космической, располагаются торговые центры, мебельные в том числе, торговые центры электроники. Это в центре Москвы 1905 года. Неудивительно, ничего удивительного. То есть, понимаете, те телевизоры и видеомагнитофоны, которые сейчас продаются на месте альмаматор космического производства, можно их попробовать запустить. Может, это лучше полетит. Конечно, нужно срочно в этом деле что-то менять, и дай бог, чтобы господин Рогозин справился с этим вопросом.